Готово на 85%. Сейчас внутри здания ведут отделочные работы. Стройку планируют закончить ориентировочно уже осенью этого года. Такую информацию о ходе строительства 11-й школы в апреле дали журналистам представители администрации. Однако родители учеников обнадёживающие прогнозы не убедили. Везде получаем одинаковый текст, везде всё будет. Сейчас ещё немножко потерпите. Информация вся не особо доступна. Родители не пускают на строительные площадки. Дают чисто сухие цифры о 85%. В том году мы видели 75%. В этом году за год цифра стала 85%. 30 июня будет окончание очередного сдвинутого срока сдачи объекта. Тревогу родители забили, когда стройка понемногу опустела. Из окон своих домов многие видели, что рабочих на площадке практически нет. Однако администрация поспешила их успокоить. Работы идут, но внутри здания, а потому рабочих на территории вы не видите. Работы, быть может, и идут, вот только сроки их завершения каждый раз меняются. И если в апреле горожанам обещали сдать объект осенью, то на заседании Думского комитета уже прозвучали новые сроки. Если повезёт и всё очень хорошо будет в станции, дай бог январь месяц. Строительством школы занимается подрядная организация ООО ТСК. Параллельно она ведёт работу ещё на двух объектах, а именно на дороге к детской поликлинике на Чупаево и Центре культурного развития. Важно услышать позицию самого застройщика, считают народные избранники. А потому подрядчика планируют пригласить на следующее заседание. Вот только уверенности в том, что он появится, пока нет. Мы на совещание его приглашаем, на последние видеоконференц-связи с участием замгубернатора он не появлялся. Подрядная организация ТСК фигурирует в уголовном деле по факту мошенничества при реализации национального проекта «Экология». При реконструкции очистных сооружений подозреваемый закупил вместо оборудования, предусмотренного проектной документацией, его более дешёвый аналог с худшими характеристиками. Так, бюджету нанесён ущерб в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей, по мнению прокуратуры Нижегородской области. Более того, аванс, взятый подрядчиком на три городские стройки, включая школу 11, составляет 100 миллионов рублей. Кто виноват, понятно, что делается. Вопрос остался. В Руси у нас две зоны. Неужели управление ФСБ по Нижегородской области увлекать? 100 миллионов рублей – это не особо крупный размер. Это не полтора миллиона, понимаете? Вот с полтора миллиона считается особо крупный размер. Да ещё и организованы группы лист по предварительному сговору. Споры о том, кто виноват и что делать, не утихали ещё долго. Народные избранники пришли к выводу, что строительство городских объектов следует взять под особый контроль. А именно выезжать на объекты, а также пытаться наладить диалог с застройщиком. Пока власти ищут виновных и пытаются решить проблему, родителям остаётся ждать и надеяться, что долгожданная школа в одном из самых больших микрорайонов города всё же начнёт свою работу в этом календарном году. Нам необходима новая школа, чтобы дети не теснились, чтобы они могли получать образование в качественных условиях, могли расти, развиваться, дружить и получать нужные знания. Пожалуйста, мы просим вас обратить внимание на нашу проблему и помочь в её решении. Канал 16 продолжит следить за развитием ситуации. Мы будем информировать вас о том, как движется стройка.